О самых заметных событиях в стране и в мире расскажу в ближайшие несколько минут. Вы смотрите новости. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Здравствуйте. Итоги первого квартала будут досрочно выполнены. Было 273 тысячи. Сейчас еще у нас есть полных два рабочих месяца. То есть мы доведем объем перевалки до примерно 4 тысяч тонн зерна. И в июне месяце зерновый терминал встанет на плановый профилактический ремонт, который продлится в течение одного месяца. Отечественные селекционеры создали новый сорт пшеницы, который максимально адаптирован к условиям зерносеющих регионов. Его преимущество – это засухоустойчивость, скороспелость и высокая урожайность. Чем еще привлекает аграриев новый сорт, расскажет Нургуля Ахмедова. Сельскохозяйственная опытная станция на севере страны появилась в годы освоения целины. Здесь занимаются исследованиями в отрасли растения и водства и обеспечивают земледельческие хозяйства элитными семенами зерновых и бобовых культур. От 8 до 10-12 лет на выведение одного сорта. В 2015 году ученые этой станции совместно с ведущими селекционными учреждениями Казахстана приступили к созданию местных сортов яровой мягкой пшеницы. В госкомиссию уже передали первые плоды кропотливого труда. И если сорты испытания пройдут успешно, то в списке отечественных семян появится новый сорт – Семеновна. Она профессиональный селекционер. Она стояла у истоков этой работы. Сейчас она уже на заслуженном отдыхе. Ольга Семеновна – газ. Все аграрии региона знают ее. И мы бы хотели в честь ее назвать этот сорт – Семеновна. Поедем на сорт участок, посмотрим. А я еще подойду. Если будет хорошо выглядеть, скажу, это уже я – Семеновна. Вот она, та самая Ольга Семеновна, в честь которой назвали новый сорт пшеницы. Это сейчас она гуляет по городским улочкам. Но душой известный в области селекционер все еще в поле, там, где проработала полвека. По вопросам семян, с ней советуются почти все аграрии в округе. И она знает, почему так важно именно сейчас создавать новые сорта пшеницы. И сорта с возрастом теряют свои качества, как и люди. Поэтому чем чаще будет новый сорт районирован, чем он быстрее будет создан и внедрен. Поэтому сейчас вот применяют биотехнологии, чтобы ускорить селекционный процесс. Применяют камеры искусственного выращивания, чтобы 2-3 поколения в год дать. До начала посевных работ осталось совсем немного времени. Земледельцы готовят технику, запасаются топливом и семенами. А на опытной станции продолжают селекционную работу и надеются, что их первая ласточка, Семеновна, не подведет. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Североказахстанская область, Хабар, 24. Отечественные ученые придумали и сконструировали передвижной пункт искусственного оплодотворения овец. В нем установлено лабораторное оборудование, позволяющее проводить исследования в полевых условиях. Создание опытного образца обошлось ученым в 3 миллиона тенге. Еще одно изобретение сотрудников Казахского института животноводства – это передвижной пункт стрижки овец. Одновременно в нем можно стричь 12 голов и хранить до 3 тонн шерсти. В ближайшее время ученые намерены отправиться в животноводческие хозяйства и испытать там свои разработки. У нас нет пунктов стрижки овец. Качество продукта оставляет желать лучшего. Если производится в среднем 38 тысяч тонн шерсти, то 10 тысяч оказываются негодными. Поэтому нужно наладить процесс производства шерсти. И это первый шаг в этом направлении. В Усть-Каменогорске начинается цифровизация дорожно-транспортной сети до конца июля. В областном центре сконструируют, смонтируют и запустят 1700 камер. Видео наблюдения устройства поставят на 74 оживленных перекрестках и во дворах многоэтажек. Стоимость видеофиксаторов почти 7 миллиардов тенге. Их приобретут по условиям системы государственного частного партнерства. В течение пяти лет Экимат области будет рассчитываться с фирмой-установщиком. Помимо выявления нарушений правил дорожного движения, с помощью этих камер будут отслеживать работу коммунальных служб и в режиме реального времени определять содержание вредных веществ в воздухе. В настоящее время в городе Усть-Каменогорске функционируют 97 камер видеонаблюдения Центра оперативного управления города Усть-Каменогорска. С помощью них, для примера скажу, за три месяца текущего года выявлено 19 преступлений и практически 3000 административных правонарушений. Это 97 камер. Представляете, если будет у нас 4000, это в 40 раз больше. Мощный торнадо, который обрушился на американский штат Техас, стал причиной гибели двоих детей. Еще несколько человек получили различные травмы. Основной удар стихии пришелся на город Франклин. Сильные порывы ветра вырывали деревья с корнями, сносили крыши домов. Порядка 15 тысяч жителей города остались без света. В экстренных службах сообщают, что подача электричества будет восстановлена в ближайшие часы. Тем временем местные власти подсчитывают сумму ущерба. В Судане после свержения правителя протестующие отказываются покидать улицы. Они благодарят военных за поддержку, но заявляют, что власть генералов не совсем то, чего добивался народ. Манифестанты требуют демократически сформированный кабинет министров. В 2011-м Южный Судан объявил независимость. После отделения богатого нефтью региона экономика страны столкнулась с большими проблемами. Они и стали непосредственной причиной нынешних протестов, которые привели к свержению Башира. Последний получил на Западе имидж тирана, взявшего курс на исламизацию страны. Среди прочего, его обвиняли в причастности к геноциду в ходе двух гражданских войн. Казахстан и Турция достигли нового этапа сотрудничества. Две страны намерены усилить интеграцию в медицинской сфере. Об этом стало известно в ходе визита министра здравоохранения Эльжана Бертанова в Анкару. Подробности в материале наших корреспондентов. Казахстанская делегация во главе с министром Ельжаном Бертановым на встрече с турецкими коллегами обсудила вопросы укрепления и развития двустороннего партнерства в области здравоохранения. Речь шла о новых проектах в формате ГЧП и обмене опытом. Участники также говорили об организации медпомощи на уровне первичного звена, внедрении обязательного медицинского страхования и подготовке кадров. Мы договорились о дальнейшем развитии наших систем здравоохранения, а также о работе над совместными проектами. Во время нашего визита мы надеемся создать специальную рабочую группу и подписать соглашение о сотрудничестве. Казахстанские врачи посетили современную турецкую больницу, где смогли оценить передовые медицинские возможности коллег. К примеру, это медучреждение несколько лет назад было запущено в рамках проекта государственно-частного партнерства и теперь является крупнейшим в мире подобным медицинским центром. Мы обсудили реализацию подобного проекта государственно-частного партнерства в Казахстане. Также планируется совместное производство лекарств и медицинского оборудования, строительство больниц, обучение медперсонала, развитие медицинского туризма и многое другое. Позже участники рабочей группы во главе с министром здравоохранения Ельжаном Бертановым побывали в одном из старейших медицинских вузов Анкары, где смогли познакомиться с системой подготовки кадров в этой стране. Зарина Бесембина, Хабар-24, Турция, Анкара. Самый большой самолет в мире «Страталанч» совершил свой первый испытательный полет. Машина весом почти 227 тонны и с размахом крыла 117 метров поднялась в небо с воздушно-космического порта Мохаве в Калифорнии, США. Полет продлился почти 2,5 часа, после чего экипаж воздушного судна совершил успешную посадку. Имея двойной фюзеляж, «Страталанч» создан как воздушная платформа для запуска ракет-носителей «Пегасус-ХЛ», предназначенной для вывода спутников на орбиту. Предполагается, что на первом этапе самолет будет нести одну ракету, а в дальнейшем до трех закрепленных в нижней части фюзеляжа. Другим темам. Армянские парламентарии подчеркивают стратегическую выверенность решений, которые привели к запуску новых политических процессов в нашей стране. Депутат Арман Абавян называет Казахстан лидером в Центрально-Азиатском регионе, в очередной раз демонстрирующий миру свою приверженность демократии и свободе волеизъявления народа. Представитель партии «Процветающая Армения» также выразил надежду на то, что после того, как в Казахстане будет избран новый президент, Ереван и Нурсултан продолжат диалог в духе стратегического партнерства. Позиция однозначная. Тот выбор, который сделал казахстанский народ, речь идет вообще о политической ситуации в стране, он очень выверенный. Это достаточно правильный и мудрый шаг. Когда я говорю мудрый шаг, я всегда вспоминаю, у меня перед глазами всегда Нурсултан Абишевич. Поставить ее на стабильный путь развития, это на самом деле требует колоссальной мудрости и выдержки. Мы более чем уверены, что кто бы ни был бы избран, это будет воля казахстанского народа, это будет воля всех казахстанцев, а это самое главное в данном случае. Более 6 тысяч человек планируют обеспечить работой в Кустанайской области в ближайшие несколько лет. Сделают это за счет реализации 40 проектов на сумму свыше 2 триллионов тенге. В 13 из них вложатся иностранцы. Основной упор придется на обрабатывающую отрасль автомобилестроения и промышленный комплекс. Инвестировать сюда готовы партнеры из Китая, России, Франции, Голландии, Украины и Беларуси. Специалисты в сфере экономики считают, что внеочередные выборы президента Казахстана будут способствовать дальнейшему сотрудничеству с зарубежными компаниями. Зарубежные инвесторы, как правило, с некоторой настороженностью относятся к той ситуации, когда в стране отсутствует избранный народом президент. И они не идут с крупными проектами в ту или иную страну. Поэтому, прежде всего, если рассматривать с экономической точки зрения, то избрание нового президента является для нас очень важной составляющей. Богатство Казахстана в единстве народа, так считает руководитель общественного объединения немцев о возрождении в городе Семей Лилия Гончарук. Моё мнение, проведение досрочных президентских выборов обеспечит стабильное развитие республики вопреки внешним политическим вызовам. На предстоящих выборах народ Казахстана должен проявить активную гражданскую позицию и ответственность подойти к выбору своего кандидата на пост главы государства, считает общественник. Узнав сегодня дату выборов и о том, что будут выборы президента, я подумала о том, что это очень верное решение. Почему? Потому что Казахстан на сегодняшний день авторитетная, мирно развивающаяся, имеющая большой, еще раз повторюсь, авторитет в мировом сообществе, но имеет стабильность в государстве своем. Мы живем в таком динамически развивающемся мировом пространстве, где все быстро меняется. И поэтому стране нужна стабильность. Решение о том, что должны быть выборы, это своевременное и очень правильное решение. Почему? Потому что народ должен выразить свою волю, свое согласие. В Восточном Казахстане в трансплантации печени нуждаются около 500 пациентов с циррозом. Но до самого факта пересадки органов многие из них могут не дожить, отмечают эксперты. Поэтому в регионе теперь осваивают уникальную операцию, которая способна продлить жизнь таким людям. Подробности у Анны Лисенбертиной. От цирроза печени ежегодно в мире умирает около 40 миллионов человек. Специалисты отмечают, что чаще всего причиной смерти становится не сама болезнь, а возникающие при этом кровотечения, так называемый синдром портальной гипертензии. Был осмотр пациентов, серьезных, тяжелых пациентов. Отобрали одного пациента, который уже декомпенсация, который может уйти. И поступил молодой парень, 33 года, и он кровотечением, у него гемоглобин очень низкий упал, кровь капает, и поэтому экстренно его берут тоже. Сейчас эта операция идет. Вот таких пациентов как раз и может спасти трансъигулярное портосистемное шунтирование. Альтернативный метод хирургического лечения теперь и осваивают врачи региона. В Казахстане этот вид операции пока проводится только в Шимкенте. Усть-Каменогорск следующий в очереди. Это эндоваскулярный способ, то есть без разреза делается операция. Проводится между правой печеночной вены и через шунт между печеночной веной и воротной веной. Ставится шунт, искусственный шунт, чтобы снизить портальную гипертензию. Улучшается качество жизни, чтобы они смогли жить до транспортации. Мастер-класс в областном центре собрал представителей сферы со всей республики. В течение трех дней они учились у коллег с юга страны и у приглашенного профессора из Англии. Я надеюсь, что в будущем в Казахстане это направление будет активно развиваться. Мы согласны поддерживать коллег и готовы содействовать в вопросах отработки навыков. И уже в течение года хирурги Востока смогут самостоятельно оперировать пациентов. Анна Лисенбертина, Слан Тулепов, Усть-Каменогорск, Хабар-24. К данному часу это пока все новости. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин